всем огромнейший привет сегодня будет видео из серии мои закрома и сегодня хочу показать некоторые свои бисерные работы которые у меня лежат за кромах которые ждут своей очереди и конечно будут отшиты свое время вышиты свое время и сюда не попадут работы или те дизайны которые уже где-то мелькали в моих видео я сейчас говорю о машинках или о фартушках для бутылок а сегодня я покажу те наборы которые которые вы еще не видели и вот начну с небольших наборчиков всем известных наборчиков отриолис это я уже естественно переложила смотрела я надеюсь вот так вот видно это вот такой вот я не знаю брелочек наверное да такой брелок для для чего угодно можно и для ключей можно для телефона в данном случае риолис рекомендует для телефона ну для телефона так для телефона я предложила в такие фиолетовые конвертики надеюсь это не помешает увидеть цвета но мы в крайнем случае набора известны сюда можно посмотреть здесь есть бисер здесь есть вот тот шнурок на который потом это все можно подвесить и вкладывается иголочка следующий наборчик этот фонарик мне годами нравился честно говорю я его в разных магазинах клала в корзину потом вынимала в итоге не покупала вот до последнего времени эти маленькие наборы были куплены но и недавно весной я решила что мне нужно будет что-то маленькое показывала уже вышиты миниатюрки а это вот то что бисерной и из серии бисерных работ которые я приобрела здесь тоже соответствующие материалы и бисер и бусина бусина интересно у нее как бы другой цвет внутри для того чтобы показать вот этот цвет включенного фонарика если получится так как на картинке я буду безмерно счастлива мне жутко нравится вот это вот ну просто прелесть следующий это такой осенний вариант два желуди чтобы получить такие желуди здесь есть две бусины пытаюсь настроить чтобы не отсвечивала и в то же время сфокусировалась на чем-то вот бусины и бисер зеленого и какого-то фиолетового что ли цвета я начале подумала что бисер должен быть коричневым но потом пригляделась на свету оказывается он действительно здесь в реальности фиолетовый и последний из этих наборчиков это вот такой арбузик ну просто потому что это арбузик такой сочный классный я надеюсь что у меня все-таки получится его сплести но и соответствующие цвета все материалы вложены кроме вот почему я вообще решила показать эти наборчики для того чтобы может быть предупредить кто тоже соберется покупать что в этих наборчиках нет ни лески не нитки которые можно использовать для исполнения то есть нужно самой что-то придумывать нужно и либо искать своих запасах либо специально покупать нитку или леску для бисера для того чтобы сплести эти наборчики вот это их большой минус вообще удобно когда производитель вкладывает все достал ни о чем не заботишься идешь по инструкции раз два три и готова а здесь еще нужно что-то подобрать тем более нужно чтобы хорошо ложился бисер в общем определенные трудности трудности честно говоря мало кто любит в том числе и я так это что касается вот этих миниатюрок из бисера следующий наборчик который я покажу был куплен честно говоря вот к этой раме рама была прикуплена ну какое-то время назад я думаю полгода возможно в магазине леонардо и это рама для квиллинга то есть если вам видно то понятно что это глубокая такая рама для того чтобы можно было защитить а здесь стекло сверху вот это стекло а паспарту уже глубже сантиметров наверное 4 а то и 5 вот для того чтобы можно было защитить работу объемную работу от пыли и мне это очень понравилось она уже полностью готова вот пожалуйста есть задник даже есть крючок на который можно привесить все все этим она мне понравилось но у меня данном случае ситуация начиналась пуговиц что называется вначале покупаем пуговица потом и чем ткань к нему к ним вот вдоха в данном случае так со мной произошло сначале я купила раму приобрела раму кстати но очень красиво такого зеленого цвета неоднозначного неоднородного с какими-то вкраплениями вот так вот начали я купила раму а потом стал искать дизайн для того чтобы ну естественно круглый дизайн для того чтобы он сюда поместился первая мысль у меня было купить дизайн бисерный хотя можно и вышивку здесь как бы не проблема пусть это вышивка будет в углублении таком как бы киоте стоит но в начале я все-таки купила бисерную бисерный набор и это набор от фирмы панна называется перламутровый рассвет мне показалось что зелень будет наверное неплохо сочетаться то здесь есть зеленая составляющая здесь такой при пейзажный сюжет симпатично мне нравится все время отсвечивает меня надеюсь но так вот видно хоть как-то вот и если вы заметили что на этом наборе написано что размер готовой работы 25 на 25 сантиметров а нужно упомянуть я забыла сказать что здесь тоже 25 на 25 то есть вот сам диаметр этого круга 25 сантиметров я радостная надеюсь что вот именно этот сюжет будет неплохо ложиться в эту раму приобрела этот перламутровый рассвет но каково было мое удивление когда внутри производитель вложил такую небольшую записочку скажем так для рукодельницы в котором в котором написал что произошла ошибка на титульном листе и этот дизайн не 25 сантиметров диаметре а h29 вот он вот такой вот огроменный 29 сантиметров то есть естественно он гораздо больше этой рамы и у меня даже была мысль как-то может быть выше только 25 сантиметров оставить край но тогда наверно будет очень крутая картинка она получится как бы в приближение но урезанная картинка мне тоже не очень такая мысль понравилась а в итоге я купила другой набор который подойдет в эту раму он действительно круглый 25 сантиметров но он чисто ниточный там только мулине вот сейчас я его не буду показ потому что я показываю бисерные наборы возможно покажу когда его выше и буду вставлять в эту раму но здесь вы посмотрите какое богатство бисера какие цвета все цвета ну просто прелестные мне так нравится вот эти холодные оттенки зеленого цвета попробую поднести поближе перламутровые фиолетового голубого несмотря на то что вот есть какой-то оранжевый цвет здесь вот бисер есть и красный и оранжевый у меня такое ощущение что картина должна получиться в холодных тонах может быть перламутровый рассвет такое название навевает что-то хочу подытожить с этим набором что несмотря на то что он не не подошел мне в ту раму не случилось так что он решил мою проблему набора бисерного набора для рамы оформления которую я выбрала я все равно нисколько не пожалела когда открыл этот бисер но я вообще любопытная всегда все сразу открываю мне кажется ну вот у меня очень мало мало наборов может один-два набора которые не открыты лежат абсолютно новые фабричные упаковки все остальные я обязательно открываю смотрю трогаю любуюсь вот этим бисером я любовалась минут десять наверно перебирала смотрела цвета но вообще мне кажется бисер такая притягательная вещь с одной стороны он вроде бы и простой материал потому что это все таки не драгоценный камень и полу драгоценный камень и наверное поэтому не очень-то и дорогой но оттенки у него бывают настолько завораживающие вот на него хочется смотреть и смотреть данном случае произошло из этой работой перламутровый рассвет и сейчас я еще покажу один свой набор бисерный это была моя попытка познакомиться с новой фирмой и вообще узнать а что это такое поскольку набор покупался по интернету я могла видеть только картинку описание способствовал тому что я все-таки выбрала его и купила но вот сейчас я вам его и продемонстрирую и так сейчас вы перед собой видите тот набор который я купила и это набор от фирмы вышиваем бисером это мой первый набор от этой фирмы не буду зарекаться но мне кажется возможно и последний набор от этой фирмы в итоге должна получиться вот такая косметичка косметичка мешок значит что обещает производитель состав набора входит чешский бисер перфорированная основа эко кожа шнурок схема схема для отметок бисерная игла инструкция когда я открыла этот набор то я естественно увидела саму косметичку мешок я была просто поражена размерами этой косметички вы посмотрите какой огроменный цветок здесь вложен здесь уже проделаны дырочки поэтому вышивка должна быть не утомительной на первый взгляд как мне кажется далее как обещал производитель здесь есть шнурок который в итоге потом послужит завязочка для этой косметички здесь красивущий бисер ну что говорит цвета ну просто радует глаз какой красивый цвет вы посмотрите наверное не самый удачный день для съемки видео цвет не передается очень пасмурно стараюсь снимать с освещением с искусственным вот и боюсь что это не продает конечно шарма бисеру но цвета просто красивущие есть инструкция к сожалению нет бисерной иглы уж не знаю каким образом может быть она выскочила набор был закрыт ну я бы сказала очень просто на такую клейкую ленточку которая ну совершенно не держит не держалась то есть вот сам сам упаковку сам пакетик можно было свободненько открыть свободненько закрыть я думаю из-за этого бисерная игла в итоге и потерялась возможно она выскочила при транспортировке не хочется думать что производитель просто-напросто ее забыл положить хочется думать что это случайность а не закономерность значит кроме того здесь была вложена вот такая вот схема это схема самого рисунка он будет вышиваться раз два пять раз на каждом лепесточке вот количество бисера 10 штук в количестве 10 штук далее здесь была вложена вот такая схема как они это называют схема для отметки для отметок внимание пишет производитель честно говоря этот производитель просто просто принес мне массу радости я так смеялась внимание отмечать карандашом данная схема понадобится пять раз хорошо далее идет такая инструкция размером с а3 наверное но это точно чтобы все увидите не ошибиться здесь начинается и здесь заканчивается инструкция начинается убойной фразой и так что мы имеем даже перечисляется что мы найдем в наборе но что меня вообще просто сразил наповал это вот эта инструкция пошаговая в которой написано как нужно действовать и пришивать бисер обратите внимание рисунок 1 шаг 1 посмотрел пришил отметил вот здесь написано до шаг 2 посмотрел пришил и отметил очевидно на той схеме для отметок шаг 3 посмотрел пришил отметил ну инструкция конечно ошибиться не дает никакой возможности хоть как не вышивая но инструкция тебе ну вот просто гарантирует отличнейший результат то что ты посмотришь пришьешь и отметишь вот спасибо за подробную инструкцию я думаю что мы как раз для мишах именно в таком виде и нужно вот в итоге должна получиться вот такая вот косметичка мешок в принципе мне уже очень нравится вот какой-то такой стилизованный до цветочный узор и выбор бисера мне тоже очень нравится единственная опять же единственная проблема с этим набором это во первых нет иглы хотя для меня это конечно не проблема потому что у меня есть бисерной иглой естественно у меня есть бисерная леска и есть нитки всевозможные так что я выйду из этой ситуации но в принципе для того чтобы начать этот набор нужно еще позаботиться о том чтобы была бисерная леска и игла вот на этом я свое видео завершаю о моих бисерных наборах напишите пожалуйста какие бисерные наборы у вас есть любите ли вы вообще их чисто бисерные наборы потому что сейчас наверно трудно найти набор только ниточный трудно конечно это сказано сильно но очень много наборов где вышивка нитками соответственно дополняется и бисером и это смотрится очень красиво если вы напишете я вам буду очень благодарна спасибо вам спасибо большое за внимание всем прекрасного вышивального настроения и до новых встреч пока пока